МОСКОВСКИЙ ПЕДАГИЧЕСКИЙ МАРАФОН УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 2013 год, День Школьного Психолога Вот так он точно называется, секундочный день И этот день подготовлен совместно с Департаментом образования города Москвы Издательским домом 1 сентября и Московским институтом открытого образования А вот руководители одного дня, так мы назовем И главный редактор журнала «Школьный психолог» из Департамента 1 сентября Игорь Викторович Бачков Вот про сегодняшний день немножко скажу, что на марафоне Марафон проходит 24 дня и каждый день посвящен какому-то одному направлению в школе День ученики математики, физики, химии Сегодня день школьного психолога Да, школьный психолог это человек, который, как мне кажется Сейчас является не до конца понятой фигурой в системе нашего образования Я убежден в том, что без школьного психолога Ни одно образовательное учреждение в полной мере эффективно работать не может И вот сегодняшний день, который мы проводим Те мероприятия, которые на нем осуществляются На мой взгляд, как раз и показывают вот те узловые проблемные точки Решение которых в системе образования зависит напрямую от школьного психолога Ну, скажем, психологическое сопровождение федерального государственного производства стандарта Решение многих задач, которые предусматриваются этими стандартами Просто невозможно без психолога Или вопрос о профессиональной ориентации, профессиональном сопровождении выпускников Опять же, кто будет этим заниматься всерьез, глубоко, основательно, если не школьный психолог Проблемы исследовательской проектной деятельности учащихся Проблемы оказания помощи детям, которые переживают трудные жизненные ситуации Ну и множество других проблем в школе Они немыслимы без активного участия школьного психолога И все эти темы сегодня на нашем дне оказались обсуждаемыми, реализуемыми в этих мероприятиях И сейчас уже можно сказать, что действительно день удался То есть все эти темы профессионально, очень глубоко и, безусловно, полезно для участников педагогического марафона нашего Были проведены и реализованы Вот я сегодня видел цифры, сегодня почти 600 участников марафона Это огромное количество педагогов, психологов, которых интересует эту тему Сюда сегодня пришли И все-таки произошла такая вещь, что в школах школы жили с психологами А потом, ну повсеместно, по всей стране стали психологи уходить Ну или их стали уходить То есть я понимаю, что потребность не уменьшилась Но как-то сложилась такая ситуация, что в школе стало трудно содержать и держать психологов В этом суть? Или какие-то еще другие? Это чисто финансово-управленческая вещь? Или какие-то содержательные проблемы лежат в основе этого? Ну я думаю, что экономический фактор, он все-таки самый важный в этом случае То есть руководители образовательных учреждений сознательно идут на то, чтобы сокращать штаты И повышать среднюю заработную плату педагогов Но есть масса других факторов, на самом деле, от которых тоже трудно обмахиваться Дело в том, что не всегда, к сожалению, количество психологов, работающих в образовании Переходит в качество их работы То есть в этом смысле далеко не всегда, несмотря на уже длительный срок работы психолога в системе образования Далеко не всегда администрация, педагоги даже понимают, в чем роль и в чем сущность работы психолога И это вот иногда влияет на то, что психолог не задерживается в образовательном учреждении Есть факторы, по-видимому, и другого плана То есть не слишком высокие зарплаты педагогов Но опять финансовые факторы, которые вынуждают психологов покидать школу Ну и, наверное, то, что общество в целом, не только, собственно, руководители образовательного учреждения Тоже еще не востребовало психологов, как специалистов, наивно путая психологов с психиатрами Б с парапсихологами В с эзотериками Г с мистиками Игорь Васильевич, а может быть, нет худа без добра? Значит, вот были психологи в школе И казалось, что, может быть, можно и обойтись без психолога Потом наступил период, сейчас, когда в школах был психолог, и вот его нет Есть ли такое ощущение, что сейчас на втором заходе появилось снова ощущение, что вот что-то потеряли в школе И что надо снова... Я такие вещи просто слышал, поэтому я об этом говорю, да? Что, оказывается, мы недопонимали роль психолога, когда он здесь был А когда его не стало, мы вдруг ощутили, что надо все-таки что-то сделать, чтобы психолог снова был в школе Ну, я тоже знаю некоторые школы, где директора спохватились И теперь снова возвращают психолога в свой штат И в то же время я знаю прекрасные школы, школу того же Врачевского Где сохранилась мощная психологическая служба, которую он действительно поддерживает И существуют школы, которые еще, уже сократив психологов, еще не поняли, на самом деле, что он им нужен Трудно сказать, сколько времени должно пройти, чтобы пришло это понимание Может быть, это несколько месяцев, может быть, год, может быть, несколько лет Но я убежден, что это понимание придет Ну, оптимистично то, что сами школьные психологи, которые здесь собираются Это очень активная группа людей И мне кажется, что все, на самом деле, учатся, учатся, учатся И мы найдем ту точку, где это все сложится в одной красивой картине Да, кстати, хотелось бы подчеркнуть, что вот именно на дне школьного психолога Собираются люди наиболее эффективные, люди, как мне кажется, наиболее профессиональные Именно они получают новые знания и несут их в школу И вот именно их-то и не сокращают, потому что они хорошие специалисты Ну, да, да Ну, вот, значит, а, ну и важно мне отметить, что журнал «Школьный психолог» Среди 22 журналов из Дальского дома-постиля находится, по-моему, на третьем месте На третьем месте по тиражу Это значит, что он востребован не только психологами в школах, но и педагогами вообще в школах страны Что тоже очень существенный и важный фактор для развития нашего системы образования и ситуации в школе Вот это, мне кажется, очень хороший признак Если учителя, которые записывают наш журнал, читают его, интересуются вопросами психологии То это и говорит о том, что они понимают необходимость психологических знаний в своей педагогической работе Так что приглашаем вас на наш сайт www.1september.ru И посмотреть наши журналы, в том числе «Школьный психолог», который сделан и для профессионалов, и вообще для педагогов, широко, и, может быть, даже и внуков, во-внуков, для родителей тоже Спасибо большое Спасибо